В конце прошлой недели, необычайно рано, по сомнению с прошлыми годами, Слаутич спокойно и без особого шума стал подключаться к теплу. И в понедельник все работы фактически были закончены. В понедельник же мы встретились в кабинете директора УЖКХ, где, кстати, было достаточно прохладно. Здание УЖКХ к теплу подключаем сегодня, сказал Дмитрий Викторович. И коротко мы подвели первые итоги начала отопительного сезона 2019-2020 года. С сентября месяца отслеживали прогнозы и предполагалось такое похолодание в начале октября месяца, поэтому готовились. Готовятся вообще-то к подключению и к зимнему периоду. Мы начали еще летом. Это было связано с вопросом поставки газа. Поэтому в июле месяце мы решили сделать заявку на газ уже на август месяц для проверки оборудования систем после ремонта летнего. В том числе у нас был серьезный ремонт к генерационной установке. Поэтому была сделана заявка на газ на август месяц. С технической точки зрения это понятно, но основная задача была попасть в реестр. То есть заключение договора на поставку газа и включение в реестр. Что, собственно говоря, тогда и произошло. По факту мы в августе газ не стали потреблять. Были еще не готовы системы. Перенесли эту заявку на сентябрь. Реестр был подтвержден. В середине сентября мы уже начали технологические процессы на котельной после ремонта, опробования к генерационной установке. Все это прошло достаточно успешно. И подготовка контура теплового шла до конца месяца. И когда прогнозы по большому счету подтвердились, было принято решение уже с первых чисел подавать и горячую воду, и тепло. Приняли решение буквально 30 сентября. В начале октября, 2 числа появилось распоряжение мэра. И, в общем-то, начался процесс подключения подачи горячей воды. С технической точки зрения произошло все достаточно мягко, аккуратно. Никаких серьезных повреждений. Ну, не будем считать тепловые узлы в домах. Это отдельная песня, требующая другого, так скажем, подхода, который был до сегодня. Но на сегодняшний день у нас сейчас, в данный момент, подключается ЦТП Черниговского квартала последняя. Была проблема в том, что, поскольку опрессовка и промывка систем в домах началась поздновато, поэтому ребята в сентябрь работали без выходных, это тепломережи занимались этим вопросом. И последние дома, вот делали уже 22 дома, на конец сентября оставалось, начало октября, вот буквально сейчас закончили. Поэтому акты готовности есть по всем домам, подключены все садики, школы. Из таких объектов, по-моему, уже все. Последнее подключается сегодня. Поэтому вот, коротко. А вот основные причины, по которым обычно возникают проблемы при подключении тепла, заключаются в следующем. Жители несанкционированно делают какие-то ремонты, врезки, батареи ставят. Причем это делается, ну, вы же сами знаете, как это делается, да? Решил, бах, все самопально, никто ничего не знает, никто никого не информирует. С этими проблемами сталкиваемся постоянно. Поэтому, как здесь навести порядок, это тоже надо думать. У кого-то, может быть, температура, опять же, пониженная по той причине, что наподключали мансарды, там, ну, как они там, балконы свои, да, утеплили. Дополнительные врезки идут на стояки. Совершенно уже другие показатели по цифрам, другая проходимость, сечение и прочее, прочее. Ну, этих вопросов масса, я их не беру, потому что они существуют постоянно. А с точки зрения подключения параметров теплоносителя, давления в сети, там, и прочее, все сделано как надо. Поэтому на сегодняшний день город с теплом. Хорошо. Сколько я знаю, была какая-то авария, что попала часть воды, ну, скажем так, с ржавчиной или как-то. Да, да, это было, определились, лопнули трубки в бойлере, сейчас ремонт сделан, все уже тоже нормально. Все нормально, да, достаточно оперативно ребята отреагировали там. Хорошо, если у кого-то, ну, скажем, в квартире часть батареи горячая, часть не совсем, куда обращаться, что для этого нужно делать жителям? Ну, я думаю, сейчас есть и управляющие компании, есть ЖКЦ, все это введение вот этих управляющих, да, это к ним. Новое руководство ЖКХ достаточно негативно относится к посредникам между ними и населением, и поэтому даже функцию оформления платежек за тепло взяло на себя. Мы функцию платежек забрали в ЖКЦ, у нас сделан расчетный отдел и служба, которая будет принимать информацию по счетчикам горячей воды и теплу. Как это будет выглядеть? Поскольку программа эта новая, мы ее обкатываем. Да, мы сделали первые платежки в сентябре, мы выдали остатки по горячей воде прошлого сезона. Вроде прошло неплохо. Значит, информацию, которую жители должны будут передавать, мы это опубликовали там, у нас на сайте есть. С 22 по 28 число каждого месяца будут приниматься показания. У нас для этого задействовано три АТСовских телефона и три мобильных телефона. То есть в этом месте пока будет так. Мы готовим новый сайт, где будут и личные кабинеты, и передачи онлайн, показания счетчиков. Это, я думаю, в ноябре уже все заработает. Значит, в первой декаде ноября пойдут платежки за услуги октября. Я рассчитываю, что так. Единственная просьба к жителям, поскольку программа новая, все это идет по новой. Возможно, какие-то будут разночтения, нестыковки, будут какие-то замечания, просьбы, проблемы. Никаких вопросов нет. Звонить в УЖКХ, телефоны в платежках все будут с кем связываться. Вопросы будут решаться достаточно оперативно и все приземлим. Но в первые пару месяцев, возможно, будут какие-то нестыковки. Это тоже нужно понимать. С должниками мы сейчас достаточно плотно начинаем работать. У нас отключено несколько коттеджей было за долги. Мы подали одно уголовное производство. Оно сейчас тоже идет. К сожалению, у полиции опыта такого нет, чтобы работать по таким производствам. Поэтому сложновато и нам, и им. То есть, работа с должниками. Есть уже и иски в суд. Там тоже мы отрабатываем процедуру, которую можно ставить на поток, потому что должников, в общем-то, много. Ну и пойдем по этим процессам и долги вышибать в том числе. По тарифам. Это, конечно, для населения очень волнительный вопрос. Мы считаем сейчас новый тариф, абсолютно новый, по структуре новый. Почему? Потому что мы обязаны выделить транспортную составляющую, которая в прошлом тарифе не соответствовала действительности. Поскольку мы были единым предприятием, там, УЖКХ, котельная, сети. То теперь, поскольку это два уже предприятия, мы должны разделить функцию транспортировки и производства тепла в отдельные, так скажем, цифры. Да, вот этот момент очень важный. Согласно закону, мы не можем менять тариф для населения до 1 мая 2020 года. Поэтому это остается тот тариф, который был в прошлом году. На сегодняшний день, учитывая цену на газ, этот тариф, я думаю, вот расчеты покажут, но я думаю, он где-то... Изменится, наверное, да? Вряд ли он даже изменится. Плюс-минус незначительная сумма. Единственная просьба жителям – это платить за те услуги, которые они получаются. У меня другой просьбы нет. По большому счету, те долги, которые есть у населения, если брать только горячую воду и тепло, это порядка 16 миллионов. Для нас это очень важно сегодня. У меня есть платежи за газ обязательные, и достаточно сложно это все сделать. Поэтому просьба все-таки должникам поработать с долгами. Мы готовы подписывать договора на реструктуризацию, я их подпишу каждый день. Но приходят люди, так интересно, что беспокоятся больше люди, я бы назвал так, имеющие небольшие доходы. Вот они проходят и реструктуризируют свои долги. С крупными долгами, достаточно состоятельные люди, в том числе работники ЧАЭС. У меня есть перечень, фамилии есть. Ну, я не знаю, почему люди, которые имеют хорошую зарплату, почему-то не очень спешат реструктуризировать долги и возвращать. Ну, хотят, значит, будем подавать в суд. Хочу предупредить жителей, что если это будет через суд, долги автоматически возрастают на 10%, плюс еще судовый сбор, судебный сбор надо заплатить, плюс услуги исполнителей и так далее. Поэтому, ну, это их проблема. В суд мы подадим, деньги мы заберем, у меня сомнений в этом нет. Поэтому лучше прийти самим и сделать это цивилизованно и грамотно. Итак, город с теплом. Отдельные проблемы, которые возникли в некоторых квартирах, нужно решать с управителями. Хотелось бы так спокойно дойти и до весны 2020 года. А вот с долги нужно расплачиваться. Как это вы решаете сами, но не за счет других жителей Слоутича.